Владимир Великов Владимир Великов Владимир Великов Дирижером, правой рукой главного дирижера, в ноябре 1968 года был назначен еще один воспитанник Ленинградской дирижерской школы Александр Васильевич Алексеев. Вместе с Серовым работал Александр Васильевич Алексеев. Серов уже уезжал, а Александр Васильевич еще остался, он несколько лет у нас работал, потом уехал он в Санкт-Петербург. Он стажировался в Вене, очень такой грамотный был дирижер, очень эрудированный. И вот у него был любимый композитор Брамс. Он любил играть симфонии Брамса и миниатюры Брамса. В 1968 году для работы в Ульяновском оркестре на конкурсной основе были приглашены выпускники Московской Ленинградской государственных консерваторий и Государственной академии музыки имени Днесиных. Первые концерты полного состава оркестра состоялись только через год после того, как вышло постановление Совета министров РСФСР о создании в Ульяновске симфонического оркестра. 14 и 15 апреля 1969 года в концертном зале филармонии прозвучала музыка Чайковского в исполнении молодого коллектива. Солировали известные музыканты Яков Лиер и Лев Евграфов. Владимир Борисович до сих пор поддерживает отношения с музыкантами, в том числе с Левом Евграфовым, который сегодня является профессором Московского государственного института музыки имени Шнитке. Он предлагал своих учеников, говорит, прослушайте моих учеников, я знаю, что у вас хорошая оркестра, я же с вашим оркестром еще когда-то, 50 лет назад играл, и у меня есть великолепные ученики, ну, конечно, пускай приезжают, у нас конкурс проходит он. С первых лет своего существования оркестр стал привлекать внимание многих известных композиторов. Тогда оркестр, конечно, был не такой, как сейчас. Если сейчас у нас оркестр где-то около 100 человек, то тогда он был, как бы, я бы так сказал, камерный оркестр, потому что Серов начинал, это было 60-65 человек максимум. Потому что первое время он даже работал в филармонии, в нашей филармонии, а там вообще зал маленький, а Ленинский мемориал еще строился. В оркестре самого его основания трудится контрабасист Нина Николаевна Фомичева. Владислав Павлович Витошкин, концертмейстер группы контрабасов, несколько месяцев назад вынужден был уйти из оркестра по состоянию здоровья. Тромбонист Николай Михайлович Новичков тоже совсем недавно ушел на заслуженный отдых. В связи с тем, что у нас в оркестре прошло два конкурса, сейчас мы приняли 12 музыкантов еще дополнительных в оркестр, как раз то, что где у нас были проблемные места, это духовые инструменты, потому что я вот больше 40 лет работаю, и я не помню, чтобы у нас была, допустим, укомплектована группа гобоев. Никогда не была она укомплектована. Было два или три, а сейчас четыре гобоя у нас. Четыре кларнета. У нас сейчас восемь, шесть болторн у нас. И все ребята хорошие. Можно играть любую музыку. Оркестр всегда вел гастрольную деятельность. Даже в советские времена, когда на гастроли выехать было очень трудно. Первые гастроли вообще состояли в 70-м году, это Серову состоялись. Это гастроли были в Болгарию. И естественно, что Болгария была дружественной социалистической страной. Понятно, это был как бы подарок оркестру, потому что в принципе оркестры региональные не выезжали на гастроли. Никакие. Никогда. Выезжали на гастроли только московский оркестр и ленинградский. Бурная гастрольная деятельность Ульяновского симфонического оркестра началась в 2000-е годы, когда оркестром руководил Константин Барков. Оркестр начал ездить в Испанию. И не только в Испанию. Испания это была как бы база, куда оркестр приезжал. А потом, там же все рядом, границы все открыты. Из Испании, пожалуйста, в Германию переезжали, там концерты давали. В Италию переезжали, потом ворачивались во Францию. И очень много было там концертов. И эти гастроли были практически ежегодные. В 2017 году при поддержке губернатора и правительства Ульяновской области и Министерства культуры Российской Федерации симфонический оркестр стал участником проекта «Русские сезоны», который проходит под патронажем президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках проекта оркестр вместе с главным дирижером Олегом Зверевым с успехом выступил в шести префектурах Японии. Впереди у коллектива много планов, в том числе и гастрольных. Я хотел бы пожелать, чтобы в оркестре всегда царила творческая, спокойная обстановка. Чтобы музыканты занимались в основном только музыкой, не отвлекались ни на что другое. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.